На месте предполагаемой усыпальницы Марии Шестовой обнаружены новые находки. Теперь раскопками в исторической части города заинтересовались и геологи, которые приступили к изучению образцов земли. На что могут пролить свет эти исследования, узнавал мой коллега Дмитрий Квалев. Вскрыв могилы, которые находились под бетонным саркофагом, археологи продолжили свои исследования. Под кирпичной кладкой стены женского монастыря участники экспедиции обнаружили вот такие пласты грунта. Поначалу никто и не думал, что это уникальная находка. Заключение позже сделали геологи. В камнях почва буквально законсервировалась более чем на 400 лет. Скорее всего прекратился почвобождательный процесс. То есть все те процессы, которые шли в почве фактически до воздействия человека, до сведения леса, до распашки, они вот в этой почве как бы в том естественном виде сохранились. Такой почвы в Чувашии специалисты не встречали нигде. Обычно на экспертизы поступают образцы, которые были размыты осадками и грунтовыми водами. Специалисты называют это вторичным материалом. Почва, которую обнаружили в Роскопе, является эталоном для исследований. Мы можем сравнить, насколько произошло изменение данного типа почв в Чувашской республике или в другой какой-то зоне, которая близка к нам по климатическим характеристикам, в результате антропогенного воздействия. То есть все понимают, что лес сводился, производилась распашка. Образцы почвы изымают с помощью специальных инструментов. Пробурить землю геологам удается не сразу. Поначалу углубиться дальше мешают твердые пласты. Работать приходится в несколько рук. Почву отправили в лабораторию. Геологи смогут с точностью определить, что росло в этом месте много веков назад. Эта территория в 16 веках была занята дубравами. Более раннюю картину специалисты тоже попытаются смоделировать. Медриковалев и Николай Яковлев. Республика.